добрый вечер господа пятница вечер и сегодня мы поговорим в программе персона grata о развлечениях об индустрии развлечений о светском образе жизни честно говоря я не знаю какому виду деятельности отнести нашу сегодняшнюю гостью скорее всего что она так называемый соушилай то есть человек из светского общества который ведет светский образ жизни или говоря по-нашему по-русски попросту светская львица это конечно не профессия но как лика осипова сама себя представляет своим друзьям мы узнаем через несколько секунд лика осипова программе персона grata привет и добро пожаловать привет спасибо за приглашение первый вопрос уже прозвучал все приятные вещи мы будем говорить в течение передачи у нас полчаса 30 серебряных минут на канале этого америка и так как бы ты себя представила аудитории замечательный вопрос но я бы так сказала продюсер в первую очередь актриса организатор конкурса который существует уже 10 лет ну и как ты очень хорошо знаешь последнее время стал еще певицей господи это хотел сказать что у человека который находится передо мной событие недавно произошло гениально она стала миллионершей у нее улики осиповой миллион подписчиков в инстаграме я с миллионерами всегда на вытянутой руке так далеко нахожусь на расстоянии у меня близко нет миллиона захотел сказать так что лика не певица ей нужно собирать аудиторию каждый день ей нужно звать людей на спектакли на мюзиклы которые идут восемь раз в неделю зачем лике нужен миллион фолловеров как мы говорим последователей и как вообще сложно управлять это же нужно управлять таким количеством людей вот ты спросил сейчас наших зрителей зачем но дело в том что я не прошу на меня подписываться получается что органические люди как каким-то образом я видимо становлюсь интересной и кстати после того как вышел мой клип на мою песню вот на мои подписчики как раз добавились то есть огромное количество людей которые поддерживают между прочим если мы уже говорим о моей песне то я получила несколько номинаций и мы выиграли los angeles film awards за лучший клип на песню кстати вы все можете посмотреть если интересно вот ну вот так вот и получилось что собралось сама реклама мы американцы так называем ну а что же я здесь тогда сижу то и на то что лика осипова светская львица продюсер актриса певица и так далее записала песню для меня это неудивительно для меня более удивительно то что эта песня дошла до россии что масса отзывов и телеканалов которые эту песню как мы говорим крутят показывает в эфире кстати мы сейчас фрагмент клипа посмотрим а затем лика ответит на вопрос что делать дальше с музыкальной песной карьеры кстати говоря это не первый музыкальный клип которым лика снимается давайте посмотрим немножко немножко кусочек часть этой песни хитовая вполне песня вполне добротно сделано лика осипова поет конечно любви большого города огни твои глаза словно магнит мы намели но обрели намного больше нас кроет от ночных ветров пускает станция метро любовь патрон стреляй в упор такая будет проще погаснуть все огни в объятиях ночи не будет никаких запятых многоточий погаснулся огни останемся одни и нет моей вины что люблю тебя очень погаснут все огни о Да, все эффектно, дорого и богато. Был клип с Петром Дрангой, довольно такая драматическая, комическая история. Лика играла злую женщину, злую, возлюбленную. Расскажи об этом клипе. Это ложь. Злую женщину играла мама. По клипу мама. На самом деле идея была полностью моя. Я позвонила к Пете, мы очень давно дружим. Я говорю, Петь, давай сделаем что-то такое. Вот я услышала его песню, как ты приводишь свою подружку, а вот маме я не понравилась. И она меня начинает бить, и мы начинаем скандалить. Он говорит, ну а как ты думаешь, в американской публике зайдет вообще эта история или будет не совсем позитивно? Ну, зашла, все было замечательно. Это просто шутка, юморная такая. Не, мне это очень понравилось. Но там ты не поешь. Нет. Там я только играю. Но, между прочим, насчет поешь, кстати, мою песню записывал Петя Дранго. Он тот человек, кто меня, можно сказать, так мотивирует и говорит вперед, у тебя получается. Но, Олег, признаюсь честно, я не собираюсь становиться прямо певицей-певицей. Это был эксперимент. Но, можно скажу, секрет открывает. Ну, конечно, нужно открывать. Но как? У друга в программе нужно открыть секрет. Только у друга. Я же тоже не певец, я поющий телеведущий. Замечательно, кстати, поющий. Люблю твои концерты. Спасибо. Но это о другом сейчас. Лика, кстати, меня очень поддерживает. Каждый раз, когда я в Калифорнии, один ее пост. Правда, когда я выступал, последний раз не было миллиона, было около миллиона фолловеров, то есть подписчиков. И спасибо большое. Конечно, всегда. Я люблю поддерживать талантливых и добрых, отзывчивых людей. Так вот, вернемся к тому, что я записала первую песню. И я написала вторую песню сама на английском языке. Песня об эмоциях, которые испытывает человек, другому человеку, о страсти. И она выходит вот в следующем месяце, ближе к 14 февраля. О чувствах это feelings. Абсолютно верно. О чувствах, которые испытывает человек, когда встречает soulmate, то есть своего единомышленника. На самом деле, вообще Калифорния и Нью-Йорк очень отличаются. Два штата друг от друга. Я не задал вначале банальный вопрос, как тебе Нью-Йорк? Потому что Лика прилетела на празднование Нового года и постновогодних праздников в Нью-Йорк. Но она из штата, где практически весь год один сезон. Правильно сказал? Абсолютно. Один сезон. Но что им, Господи? Им этот клип снимать о любви, целоваться, обниматься, петь на улице о чувствах, что в январе, что в июле одно и то же. А у нас попробуй в январе выразить все эти чувства. Как вы снимали вообще? Ты молодец в том плане, что ты все документируешь. Не успела Лика войти в студию канала НТВ Америка, сразу сториз, инстаграм. Так что там уже точно за миллион подписчиков перевалило. Абсолютно верно. Потому что люди следят, им интересно. Интересно, о чем мы сегодня с тобой поговорим. И вот как раз о том, что… Ты меня спросил, как мне нравится в Нью-Йорке. Я жила в Нью-Йорке. Я жила в Нью-Йорке до того, что я переехала в Лос-Анджелес. Тогда мы с тобой не были еще знакомы. И я обожаю, конечно, этот город. Мне нравится атмосфера. Мне нравится этот вайп, вибрации этого большого города. Нью-Йорк. Нью-Йорк. И Лос-Анджелес. Лика Осипова у нас в гостях. Она из Пятигорска через Нью-Йорк приехала жить на ПМЖ в Лос-Анджелес. Она светская львица. Она тот человек, которую знают все. Все люди, которые когда-либо пользовались компьютером, интернетом, фейсбуком, инстаграмом. И самое главное, люди, которые любят современную музыку. Как вы уже убедились, музыка звучит. Так что нам не скучно. Кстати, путь из Пятигорска в Лос-Анджелес. Я не спрашиваю, как ты ехала и так далее. Это неважно. Модельная карьера, ты была моделью. Об этом знают все. И наверняка у тебя были в детстве кумиры, люди, как мы говорим в Америке, role models. Те, на кого мы хотим быть похожими. Вот ты ехала когда в Голливуд. Или просто перелетала через океан. Вот кого бы ты хотела, мечтала увидеть? С кем бы ты хотела пойти на завтрак, на обед или на званный ужин? Ты представляешь, Олег, как вот в жизни вообще бывает, что всех, кого я хотела увидеть, с кем я хотела познакомиться, я со всеми познакомилась. Спасибо большое. И ты в том числе. Ну ладно. Ну на самом деле, знаешь, говорят такое, есть по психологии или вообще говорят, что когда ты себе программируешь на что-то, когда ты уверен в чем-то, это обязательно с тобой случится. И вот со мной все случилось. То есть я попала в Голливуд, я мечтала. Знаешь, я помню, я была ребенком, там, не знаю, подростком, в 16 лет я смотрела все эти «Оскар», «Эмис», «Красные дорожки», «Красивые длинные платья». Я сижу и думаю, я вот тоже же буду когда-то там. И что ты думаешь, уже практически на протяжении 10 лет каждый год я гостя «Оскара», «Эмис», общаюсь со знаменитыми звездами, и мечты сбываются? Мы немножко позже поговорим о том, зачем американским звездам нужно приходить на фирменное мероприятие Лики под названием сначала «Мисс Русский Лос-Анджелес», затем «Мисс Русские Соединенные Штаты», «Мисс Рашин Юэс». И, кстати, идея, которую я постоянно проталкиваю, потому что она гениальный организатор «Мистер Юэсэй», «Мистер Америка». Кстати, почему не провести конкурс «Мисс Русский Лос-Анджелес»? Почему нужно делать то, что все делают? Даже если это на замечательном уровне, как у тебя. Во-первых, я первая начала делать конкурс «Мисс Рашин Юэс» в Америке. Кто-то делал до меня, но на таком уровне, о котором никто не знает. Поэтому началось все, грубо говоря, с меня, это правда, тем, что я могу похвастаться. Но насчет «Мистера» я предлагаю, Олег, нам с тобой соединиться и сделать вместе. Как ты считаешь? Можно задать вопрос, почему со мной? Ну, потому что я думаю, что у тебя тоже хорошие организаторские способности. Мы можем это провести в Нью-Йорке. Прекрасно, я только за. Ну, вот видишь, родилась идея. Мне вообще нравятся идеи, которые не повторяются. Вот у меня проект на НТВ Америка идет, немного саморекламы, тайм-аут. В нем участвуют люди, гости, которые не повторяются ни в одной другой программе. И я этим горжусь. Потому что если мы хотим добиться так называемых рейтингов и выстроить аудиторию, постоянно одни и те же люди в программе, они оставляют интерес аудитории. Он ослабевает, потому что, ну, что новое могу слышать от артиста F или от артиста B или от артистки Я и так далее. Ну, правильно. Даже что-то необычное. Тем более на конкурс Нистер Юэс придут и парни, и девушки, и спонсоры и так далее. Замечательно. Мне нравится эта идея. Надо ее развивать. Лика Осипова, наша гостья в программе «Персоноград», это человек, которого я называю «self-made businesswoman». Слово «бизнес». Кстати, какая была самая первая работа у бизнес-леди Лики Осиповой в Америке? На чем ты заработала свой первый доллар? Не миллион, а доллар. Ну, ты хочешь, чтобы я сейчас рекламировала эту компанию? Нет, ну, просто роль деятельности. Ну, на самом деле, я просто работала секретарем на франдеске. С этого все началось. Кстати, сложно было найти работу, потому что я приехала, еще хорошего английского языка у меня не было. И, знаешь, это было очень смешно. Но с этого все начиналось. Я работала везде, то есть везде, где брали. И в медицинских офисах, и, кстати, в Нью-Йорке. И когда я переехала в Лос-Анджелес, я тоже работала кассиром. Мне не стыдно в этом признаться. А что тут стыдно? Естественно, все... Ямпер продавал холодильники, стиральные машины в компании Climate Control. Говорю, потому что эта компания уже не существует. Да, ну вот, надо было с чего-то начинать. Я приехала. Да, да. И ждал рабочую визу на радио WM&B. Я почему тебе говорю, почему я тебе говорю, что не стыдно? Потому что я, когда приехала, например, в Лос-Анджелес, мне было 23 года. И мне все говорили, иди в модельное. Зачем ты тратишь время на кассира, на работу кассира? Иди туда, иди сюда. А я понимала, что надо оплачивать биллы. Нужно как-то жить. Поэтому вот с этого все... Поддержки тогда не было. Лика человек гордый. Поддержку не принимает. Нет, ну, поддержка была, конечно, со стороны моего любимого мужа, естественно. Но мы вместе с ним начинали. Поэтому, соответственно, это очень здорово, когда вообще люди начинают вместе. Когда они вместе растут. И я ему очень благодарна за то, что он меня вообще всегда поддерживал. Мои сумасшедшие идеи. Когда я ему прибежала, я говорю, я хочу делать Miss Russian LA. Ну, он на меня посмотрел, сказал, удачи. Вот. И делаю же. Сколько лет? Нас могут смотреть люди, которые мечтают. Ну, в Америке это не так, конечно, как бы мечта-мечта. Как, скажем, в России, особенно несколько лет назад. Мечтаю, чтобы их дети, внуки или правнуки пошли в модельный бизнес. Вот вопрос серьезный. Насколько ты считаешь модельный бизнес? Я надеюсь, что ответ будет честным. Не потому, что Лика проводит конкурс. Ей нужно зазывать девушки и парней, как мы уже договорились с ней. Насколько ты считаешь это серьезным занятием, перспективным, денежным? И вот, ну, считай, у тебя ребенок. Вот ты захочешь, чтобы твой ребенок пошел в модельный бизнес. И сейчас закончу мысль. И потратил самое дорогое, что у него есть в жизни, это время. И результат никто не гарантирует. Послушай, а что в актерской карьере результат это гарантирует? То же самое можно потратить лучшие годы своей жизни и быть только в массовке. И никогда не получить никаких ролей. Я считаю, что если заниматься на достойном профессиональном уровне, когда тебя берет крутое агентство, когда с тобой работают профессиональные и селебрити-фотографы, то, конечно, за съемки платят деньги. Почему нет? Ты знаешь, что мне нравится? Я понимаю твой намек. Многие считают это очень легкомысленной, как бы так можно сказать, деятельностью. Ну, для меня это как работа, подработка для студентов или просто красивых от природы людей, которые, в принципе, ничего в это не вкладывают. Это большая работа. Это большая работа. Ну, в процессе. Но первоначально, когда ты первый раз идешь на кастинг, вот, волшебное слово, кастинг. А в Калифорнии с ума посходили. Кастинг ты где? Я на кастинге. Да. Так вот, повторюсь, ты занимаешься не просто где-то непонятная, какая там компания, агентство. Это одно дело. Если ты работаешь на высоком профессиональном уровне с профессионалами, то почему ты можешь ходить на подиуме Версачи и всех этих крутых дизайнеров, получать сумасшедшие деньги, стать мировой моделью, как Ирина Шейк, между прочим, наша землячка и много других. Поэтому я считаю, что все возможно. То есть пробовать надо. Если есть цель, обязательно, если есть желание, никогда себе не отказывать. Но вкладывать большие деньги не стоит в модельную карьеру. Мне кажется, что большие, я не знаю, от возможностей, но в себя надо вкладывать. Вот, например, до сих пор я хожу в актерские школы, я посещаю разные мастер-классы. Это обязательно саморазвитие постоянно. Non-stab, как говорится. Это очень важно. Вкладывать деньги в себя. Замечательная идея. Я тоже говорю, что я вкладываю деньги в себя, потому что я – это самый главный проект в моей жизни. Лика Осипова у нас в студии, в программе «Персона Грата». И она вкладывает деньги в себя, в свой имидж, в свое мастерство и в свой бизнес. Ровно 10 лет назад впервые появился на свет ее фирменный ежегодный проект. Вообще, чем она занимается целый год, я не знаю. И за одного дня, весь год идет сумасшедшая работа. Идея начать вот этот конкурс – это была авантюрная идея или заранее просчитанный, продуманный бизнес? Безусловно, это была не однодневная какая-то спонтанная идея. Я, как ты уже в курсе, почитал Википедию, наверное. Я занимаюсь модельным бизнесом с детства. Я не читаю Википедию, я не доверяю интернету. Я от тебя это слышу. Ну, окей. Все-таки почитал. Если копнуть немножко глубже, то, соответственно, я начала очень рано. И я всегда мечтала быть организатором, сама сделать собственный проект. То есть участвовать не только как ведущая, а как сценарист, постановщик, хореограф, режиссер. Вот, и еще и как продюсер. То есть проект был полностью создан мной, а потом со временем у него появились помощники, потому что уже и средства, уже, естественно, там спонсоры появились, понимаешь? Но изначально для меня это был как творческий проект, и я не знала, как он пойдет. Никто не знал. Но он, видишь, как рассуществует до сих пор. Люди мне доверяют, спонсоры возвращаются. Значит, все успешно. Можешь назвать несколько имен, больших, крутых имен, американских? Американцев? Не русских, американцев, которые приходят к тебе в гости в качестве членов жюри или почетных гостей, или даже просто выступить, поддержать конкурс, пройтись по подиуму. Лика вообще любит ходить по подиуму, особенно с известными людьми. Вот с кем ты по подиуму ходила из известных людей? Ну, образно говоря, кто из звезд был причастен к конкурсу? Ну, в первую очередь, Олег Фриш у меня был. Я понимаю, это не американская звезда, но с уважением, действительно. Но на самом деле, Олег, за 10 лет, давай так, первый, кто меня поддержал, это Микки Рурк. Он пришел ко мне на шоу, и ты представляешь, первое шоу, еще неизвестно вообще, что такое. Но он любит русских женщин. Он, безусловно, он любит русских женщин. Но мне понравилось, что он пришел, поверил в идею, не только посмотреть на девочек в купальниках. Всем американцам нравится, что это талант-шоу, это шоу талантов. Это не только конкурс красоты, красоты и талантов. Поэтому, в принципе, я отбираю финалистов. У меня была Дайан Воррен, 13-кратная знаменантка на Оскар. И Грэмми у нее много, композитор. В этом году опять номинирована, уже 14 раз. Она написала самые культовые песни. Мы не будем перечислять, я думаю, все знают, что Талант Ворон. Можно просто спеть? Можно спеть, прошу. Нет, 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 там женские песни. Смотрите, как сразу. В другой программе споем. Вот у нас конферанс какой с Ликой Осиповой. Я так долго искал партнерши для ведения программы в эфире. С удовольствием. Если утвердят, если вам хватит средств, то я с удовольствием соглашусь. Не надо опять о бизнесе, ну что это? Ты же сам меня представил как бизнес-вумен. Ну, бизнес-вумен своего фирменного проекта о красоте и женских талантах. Да, вот американцы. Вопрос, который я задал в начале передачи. Какое у них интересное? Кроме того, что они знакомятся с красивыми девочками. Кстати, в конкурсе нет взяток и всяких подарков. Вот я точно знаю, это интересно, потому что когда-то, я помню, два скандала. Один, так называемый, пейола, это скандал, связанный с радиостанциями, когда диджей брали деньги для того, чтобы поставить в эфир ту или иную песню. И конкурсы красоты, особенно в Москве, в России, ну это как бы известные скандалы. Но не будем на них тратить время. Здесь этого нет. Да, мне кажется, это и не нужно, потому что в Америке все по-другому воспринимается. Люди видят своими глазами, кто есть кто. Причем ты можешь сказать, действительно это подтвердить, потому что ты сидел неоднократно в жюри моего конкурса, и ты прекрасно знаешь, как это я тебе никаких конвертов не давала. Даже не просила. Нет, на самом деле. А я бы сказал. Да, я знаю. Вот я же о пении говорю, мне нравится, я и говорю. Это правда. Мне вот то, что нравится в тебе, почему ты был член жюри, не потому что ты мой друг, а потому что ты все делаешь профессионально. Если ты оцениваешь, ты оцениваешь талант, ты оцениваешь грацию, оцениваешь интеллект. Это очень важно. И очень честно выражаешь свое мнение. Я люблю таких членов жюри. Как проходит подготовка? Чем ты занимаешься целый год? Ну, понятно, проходит конкурс, месяц-два нужно отдохнуть. Слетать на Гавайи с любимым человеком. Ну, рядом, у них же все это рядом. Калифорния, одним словом. Чем ты занимаешься? Что такое подготовка к своему ежегодному мероприятию? К своему ежегодному мероприятию я реально готовлюсь шесть месяцев, не больше. То есть это занимает... Я не буду сейчас рассказать о всей подготовке, но это очень много чего. То есть начинаю с того, что ищу место для проведения. Между прочим, сейчас к десятилетиям его шоу было в легендарном Беверли-Уилшире на Родео-Драйв, там, где снимали культовый фильм «Красотка» Ричард Гир и Джулия Робертс. Я всегда мечтала сделать в этом именно месте свой шоу. И, видишь, мечты сбываются, повторюсь еще раз. Частично одна мечта не сбылась. Что это был за скандал, связанный с Ксеней Собчак? Ну, ты думаешь, это прям была моя мечта? Ну, ее имя как-то появилось на афише, правильно? Ее имя появилось на афише. С уважением отношусь к Ксении. Да, действительно, Ксения должна была приехать. И буквально за 4, по-моему, дня происходит авария. И мне сообщают о том, что она все равно приедет. То есть до последнего мне говорили, что Собчак будет на шоу. А потом вот мы как бы созвонились с ними, и я общалась с Ксенией, с ее директором. И мы вместе решили, что, естественно, это нереально, чтобы она в такую минуту прилетела на шоу. Я ее поменяла на Аню Седокову. Хорошо, что вы живете в Голливуде, в центре мировой цивилизации. Одну звезду мы легко поменяем на другую. И конкурс удался. Мне, кстати, нравится, как Ксения делает свою программу «Осторожно, Собчак». Я недавно видел последнюю интервью. Она, конечно, да, она личность. Она это очень хорошо делает. Остро, четко. И она была бы тоже хорошей ведущей на вашем конкурсе. Ведущей вашего конкурса. Я не сомневаюсь. Ну, подождите, может быть, в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Несколько раз твои клипы. Это я видел сам. Они были показаны по российскому телевидению. Муз-ТВ, потом еще какие-то были каналы. Даже были какие-то центральные, федеральные, как называется, федеральные каналы. Нет ли идеи раскрутиться там? Ну, раз ты уже вторую песню записываешь, снимаешь клип. Я уже 15 лет живу в Америке. У меня не было такого. Хотя меня приглашают. Ты прекрасно знаешь, что я частые гости. Мы встречаемся. Да, передача на первом-втором канале. Дружу очень. Обожаю Диму Борисова. Действительно, вот Дима, привет. И если бы я там жила, я бы постоянно думаю, чем-то занималась, больше бы развивалась бы. Но я живу в Америке, поэтому я стараюсь все-таки вкладывать себя именно здесь. Тем не менее, я должен задать этот вопрос, потому что Лика мне сказала, что она меня просто... Не буду продолжать, если я не задам вопрос о ее дружбе с российскими популярными артистами. Господа, простите, я должен задать этот вопрос. Лика, так вот, отвечайте, пожалуйста. Какой вопрос-то? Как получилось, что вы не только сблизились с американскими артистами, но и как бы вернулись условно обратно, и российские звезды, которые или приезжают сюда, или которые не приезжают, когда вы бываете? Лика на «вы» пришел, потому что это серьезный вопрос. Как получается, что эти люди впустили тебя в свой круг? А какие люди? Ну, я не знаю, российские популярные артисты, музыканты. Ну, уже ли так трудно произвести имя? Не, ну, у тебя на самом деле большой список людей, которых ты знаешь, и ведущие первого канала, и другого канала, и третьего канала, и певцы, и композиторы, и музыканты. Меня познакомил мой любимый Петя Дранго с кумиром его детства, а сейчас с моим другом, это Филиппом Киркоровым, которого я искренне обожаю, уважаю, почитаю нашу дружбу, и мы с ним подружились несколько лет назад, вместе были в Москве, в Майами, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, вот. И самое интересное, что когда мне было 16 лет, у Филиппа был концерт в Пятигорске, и я не смогла туда попасть, потому что был полный солд-аут, и я попросила своего друга, который работал в этом месте, в концертном зале, отнести Филиппу мою фотографию, и попросила, чтобы он просто что-то написал мне. Он написал самой красивой девушке города Пятигорска от Филиппа. И недавно я Филиппу это рассказала, и мы очень громко с ним посмеялись. А он не знал свою почерк, на самом деле он подписал. Он подписал, и да. И вот вообще как такое, спустя сколько лет мы с ним дружим, и он, знаешь что, вот что мне в нем нравится, он очень честный, откровенный в отношении к людям, с кем он дружит. Он мне, он как мой учитель, он мне много помогал с песней, какими-то советами. У меня была на обложке Harper's Bazaar, и он тоже помогал мне, я вот считаю, вот этот образ лучше, вот то. Ну то есть это бесценно, я считаю, иметь такого друга. Итак, у нас успешная женщина-бизнес-вумен, бизнес-леди Лика Осипова из Калифорнии, из Лос-Анджелеса, составляющая понятие успех. Что такое для тебя успех, как для бизнес-леди, как для человека из светской тусовки, и просто как для красивой женщины. Спасибо. Олег, ты знаешь, успех очень, можно многогранно вообще говорить об успехе. Для меня вот именно, что успех, это когда близкие, родные, здоровые, это успех, потому что это мотивирует тебя, дает тебе счастье, дает тебе силы продвигаться дальше. Успех это когда все тобою запланированное свершается. Вот это большой успех, когда ты видишь все, что ты планируешь, оно постепенно приходит в реальность. И я считаю, что, ребята, всем хочу пожелать не останавливаться вообще на достигнутом всегда. Если даже кто-то вам говорит, что вы что-то не можете, или что-то у вас не получается, никогда никого не слушайте, просто пытайтесь прислушаться к своей интуиции и идти за своей мечтой. Замечательная точка для нашей пятничной программы «Персона Грата». Лика Осипова гостила в студии канала НТВ Америка. Спасибо за время, за деятельность. Надеюсь, что мы еще будем встречаться. Всего хорошего. Хорошего дня и замечательного вечера. Пока. Погаснут все огни, во вязчаях ночи, не будет никаких запятых многоточий. Погаснут все огни, останемся огни, и нет моей вины, когда погаснут огни, когда погаснут огни. Когда погаснут огни. Субтитры сделал DimaTorzok